здравствуй уважаемые друзья сегодня мы с вами находимся в южном административном округе в районе даниловском и сегодня у нас на обзоре новый комплект новоданиловская 8 значит вот здесь вот у нас на востоке находится москва-река там вот сзади зилар сейчас побольше подробнее объясним то есть от набережной здесь метров 300 наверное ну даже 100 где-то а вот но недостаток конечно то что между набережной территории жака есть дорога так по набережной погуляешь вот но обзор пап потом поговорим сейчас хотела бы рассмотреть сам жилой комплекс вот он даниловская 8 это жилой комплекс от компании самолет 1 бизнес-класс ты компании и раньше они строили только в основном в новой москве там москове люберта помните и жк самолет сейчас они уже начали строить москву причем не просто строить а строить бизнес-класс а до этого г.к. самолет строил в основном только эконом-класс ну комфорт-класс да как пик вот и что здесь интересно но он находится сразу скажу на территории бывшей парковки есть была парковка парковка бизнес-центра да то есть это такой большой лофт бизнес-центр это даниловский форт он называется и раньше здесь были 19 веке даниловский муфактуры текстильные и потом из них решили сделать такой вот лофт видите сделай там бизнес-центр поэтому сам жкал находится просто буквально в этом дворе этого я вижу центра я в конце здесь нахожусь враг тюрьме да вот это все бизнес-центр поэтому те у кого будут первые этажи тем не очень-то везет потому что конечно упираться в этот двор да окружение двора это так себе удовольствие что касается самого жкал то он представляет себя 3 24 этажные башни то есть но застройка очень высокая это монолитное строительство здесь железобетонный каркас и внешние стены они представляют из себя строительные блоки вот окна здесь панорамные все это тоже очень хорошо также стоит отметить приватность двора то есть ворон приватным будет скрыт буквально весь порт автомобилей внутренним благоустройством занималась компания хаст честно сказать но он компания ничего практически нет стоит у них не обновлялся давно вот и дворе где довольно маленький несмотря на то что здесь обещают быть огромного количества всевозможных благоустройства внутреннего двора то есть это будет внутренняя аллея будет фруктовый сад будут комплексы для детей и взрослых вот тем не менее смотрите да здесь довольно мало места для такого благоустройства но что имеем то имеем облицовка да здесь вот видна облицовка фасадов как видите она будет представлять себя такую цветной кирпич и также здесь будет еще кирпич белый до с облицовка такая вот имитация кирпича получается ну здание они находятся относительно так знаете близко друг другу то есть не повернуты ничего поэтому будут конечно здесь окна в окна упираться вот ну поскольку это бизнес класс то здесь соответственно будет просторные лобби семиметровые они будут представлены колясочными велосипедными вот будут здесь подсобные помещения на каждом этаже вот также здесь во всех планировках уже подразумевается инженерные системы умный дом то есть передачи счетчиков по интернету включение автоматическое и так далее да но в целом конечно до бизнес-класса это не дотягивает я бы не сказал но во-первых архитектура да по-моему этот корпус немножко повернут да он не очень прямой но в целом конечно архитектура представляет себя довольно такую примитивную какую-то штуку такие просто обычные коробки и в целом это больше конечно похоже какой-то ну комфорт класс да не на бизнес что касается внутреннего благоустройства тоже люди жалуются но не совсем там бизнес да то есть паянс там весь отечественный вот также там грамм гранит отечественной ну то есть ничего такого нету здесь прям вот бизнес классного вот поэтому только наверное одно название от бизнес класса что касается окружения то он находится на даниловской набережной как я уже говорил в начале вот она плюс будет у тех людей которые будут жить конечно в непосредственного ну на верхних этажах да и у кого будут окна выходить вот на москву реку того будет просто вид шикарный да там повезет у кого первые этажи конечно тем пометет меньше да то что на вот эти арки тут все опять не очень хорошо у москва река здесь красивая мало мест я так от москва река предстает перед вас прямо возле жека там он находится на севере значит тоже пиковский но тоже бизнес класс 1 пиковский бизнес класс просто вон он ведь строится возле моста примерно 1 из 6 километров отсюда ну там же находится третье транспортное кольцо вот метро тульская это идти туда вот по вот этой набережной очень далеко я шел на полчаса то есть быстро дойти не получится кроме того очень большие пробки там а если вы будете идти то ну ехать по машине там будут постоянно пробки в них увязнете перекрестки здесь все нерегулируемые да то есть я пару раз чуть не попал под машину потому движение интенсивные никто так сказать особо не уступает и поэтому нужно быть предельно осторожными вот из неудобных добираться до очень опасно метро вот так же хотелось бы отметить что это апартаменты вот это не квартиры поэтому здесь имейте это ввиду здесь будет все довольно по рыночным ценам будет обслуживание по рыночным ценам здесь будет не будет возможности прописаться сюда потому что это будет не жилое помещение да никак не жилые оформленные и также вас могут его отнять это не будет не будет считаться единственным жильем если вдруг вы какие-то судебные у вас будут издержки смотрите действительно уже мы видим строится детские площадки да вот смотрите да ну что такое детское ну что там на пиковской кстати похоже вот а что касается стоимости квартир то здесь квартира начинаются есть студии есть туда же по моему пентхаусы ну вот обычные студии здесь 26 метров площадью составляет по стоимости примерно 11 с половиной миллиона рублей вот двухкомнатная квартира площадью 50 с лишним метров составит в районе 17 миллионов рублей нет 19 прошу прощения да почти 20 то есть двухкомнатная 50 метров в районе 19 миллионов с лишним миллионов рублей вот такая ситуация по данным жилокомплекту приводя итоги чтобы можно сказать но минусы здесь конечно гораздо больше чем плюсов да плюсы так мне кажется это вот вид хороший но это только для тех кто будет находиться на верхних этажах на москва реку вот а минусы это то что видите он находится в этом вот дворике вот этого бизнес-центра поэтому здесь ну семьям здесь вообще неудобно будет жить никак потому что очень дискомфортная такая здесь атмосфера офисная да то есть очень подойдет мне кажется тем кто работает вот в этих офисах эти жилой комнаты но и для жизни вот так же нет здесь инфраструктуры никакой внешней ближайший здесь торговый центр это наверное как раз только это ереван который возле метро тульская но это до возле метро тульского тоже особо не дойдете потому что здесь можно так что там у нас долго туда идти да поэтому с детьми туда тоже будет дойти очень проблематично вот ну так же минус конечно то что это апартаменты тоже большой минус ну и на бизнес-центр а на бизнес-класс он тоже не тянет потому что это очень плотная застройка очень примитивная архитектура для бизнес-центра поэтому конечно до бизнеса здесь очень далеко вот он видите вот это все даниловский форт бизнес-центр вот эти вот то что осталось от даниловки на фактор а ты виден так сказать так можно там с другой стороны еще посмотрим краешек жилого комплекса вот там от МЦК кстати проходит видите там от моста МЦК там верхние котлы метро правее но тоже дольше далеко идти тоже не дойдете в принципе то есть что касается метро от метро здесь все очень далеко вот вот здесь видите с другой стороны можно посмотреть подземный паркинг тут будет двор будет просто наглухо закрыт вот видите есть уже какие-то там-то подъемчики тропиночки для ЖК знаете такая похоже так сказать старомодно довольно мне сказалось очень старомодно то есть как будто бы это какое-то советское что-то такие постройки советские там первые этажи делаются да вот эту лестницу помните вот кто смотрел фильм как это называется с легким паром да вот они такие же лестницы там были такие же постройки поэтому мне кажется ну вообще он самолет он старомодно строит и в этом и в Подмосковье даже ну без барьерные проходы здесь вот есть застройщик обещает а так в целом даже у самолета без барьерных проходов нет вот поэтому такая ситуация друзья спасибо что посмотрели мой обзор подписывайтесь на канал ставьте лайк здрасте нет а когда сдача будет жилого комплекса не подскажете сдается когда он сдачу будет сдается когда ну а построен будет когда жилой комплекс когда будет построен жилой комплекс сдача понятно в двадцать третьем году будет Ну, в общем, в 2023 году будет, скорее всего, построен в июне. Ну, вот видите, охрана тоже здесь очень такая серьезная. А вот это вот, видите, вот это ЗилАрт. В общем, спасибо большое, что посмотрели мой канал. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши дополнения какие-то, может какие-то корректировки. А я с вами прощаюсь, всем удачи, всем пока.